Об этом, а также о том, что Россия может получить еще больше беспилотников камикадзе от Ирана, а США работают над тем, чтобы помочь Украине отбивать атаки, говорим дальше. Нидерланды готовят шестой пакет помощи Украине через Европейский фонд мира. Дополнительные 500 миллионов евро будут предоставлены страной на военное оборудование, а тем временем кремлевские пропагандисты пытаются убедить аудиторию, что мир устал от войны и занят другими проблемами. Достигают ли эти нарративы своих целей и как помогают Украине другие страны? Говорим об этом с дипломатом, послом Украины в Австрии в 2014-2021 годах Александром Щербой. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем наш разговор с последней новости, с новости о том, что премьер-министром Великобритании может стать Риша Сунак. Что вы можете сказать о нем как о политике? Это первое. И второе. Да, мы слышим, что позиция Великобритании по поводу помощи Украине в войне с Россией не изменится. Но, тем не менее, возможно, вы располагаете информацию о каких-то нюансах, о которых мы еще не знаем. Самый главный нюанс – это тот, что Британия узнала в Украине 1922 года себя 1939 года, когда Гитлер бомбил, терроризировал, угрожал. И когда Черчилль сказал, что бы там ни было, мы будем сражаться, мы будем сражаться на земле, на суше, на море, мы будем сражаться на пляжах, так называется его знаменитая речь. Поэтому, кто бы ни был премьер-министром сейчас, в принципе, у него абсолютный такой мандат от избирателя, от народа поддерживать Украину, как будто, как если бы от этого зависела судьба самой Великобритании. Немножко меня сама фигура нового премьера немножко настораживает в том плане, что как-то возникают параллели с Бараком Обамой, когда он пришел к власти. Это была такая знаковая фигура, первый черный президент. Для Соединенных Штатов это был какой-то такой знак обновления. В то же время для международной политики это был плохой знак, потому что слишком уж он был такой настроенный на замирение России, замирение всех сил зла по всему миру. Я надеюсь, что с новым премьер-министром Великобритании это все-таки не тот случай, и в первую очередь потому, что это другая страна и уже другое время, и линия между добром и злом никогда не была такой четкой, как она сейчас пролегает между Украиной и Россией. Это точно. Александр, вот 8 месяцев войны сегодня ровно, все эти 8 месяцев практически Запад един, за исключением каких-то особых случаев поддержки Украины. Эта поддержка только усиливается, и с каждым новым, не знаю, агрессивным шагом России поддержка усиливается еще больше, то есть новый теракт, еще больше поддержки и как бы единство Запада. Но почему Россия все эти 8 месяцев пытается расшатать, пытается пропагандой, информационными такими вбросами, как бы протянуть нарратив, что Запад устал, что от войны все устали, и пытается, не знаю, принудить или расшатать, опять-таки, уверенность мирового сообщества в том, что поддержку Украине нужно продолжать. Зачем они это делают? Ну, это часть войны, они поняли, для них очень больно то, что они настолько катастрофически проиграли информационное пространство. Вы послушайте этих пропагандистов, насколько они визжат о том, что вот, Украина побеждает в информационной войне и так далее. Если уже они говорят об этом, для них это просто, ну... И их можно понять, потому что Путин 22 года выстраивал вот эту вот инфраструктуру зла по всему миру, в которой были и какие-то профессора университетская, и какие-то правые радикалы, и леваки, которые кормились из рук Москвы, кто угодно. Даже вот этот Илон Маск сейчас попал в эти сети, хотя, я надеюсь, это так ситуативно и ненадолго. Вот, по-любому, у них была огромная прикормленная агентура по всему миру, которая, например, внушила... И, в принципе, задача перед этой агентурой была не такая уж сложная. Это не бином не то, но они не должны были доказать, что с Россией все хорошо, они должны были доказать, что с Украиной что-то не то, понимаете? Потому что все знают, что Россия, ну вот она такая вот особенная, что ж поделаешь. И они смогли это вот за многие годы, там немножко какой-то нарратив про батальон Азов, немножко нарратив про Степан Бандера и так далее, и так далее, не все так просто, не все так однозначно. И тут, после 24 числа, этот болевой шок, эта несправедливость, эта агрессия в стиле Гитлера, она настолько очевидна для всех, что они просто проигрывают все свои наработки, сделанные за эти 22 года. Сейчас они пытаются потихонечку вернуть это. В первую очередь за счет вот этого вот, знаете, сейчас весь мир в вопросе Украины разделился на три группы. С одной стороны, это вот люди, которые понимают, где добро, где зло, которым важно, где добро, где зло, которые видят и которые, в принципе, вот держатся за Украину и поддерживают Украину. С другой стороны, группа фриков во главе с Россией, которые все равно, они будут поддерживать Путина, там, Зимбабве, Никарабуа и так далее. В принципе, это фрики, голос которых никому не важен. И посредине Африка, Латинская Америка, все вот эти страны, которые, знаете, оперируют по принципу не все так однозначно, не знаю как, не знаю почему, но Америка, наверное, за всем этим стоит. Вот, и они, конечно, сейчас, глядя на риторику Путина, они очень сильно апеллируют именно к этой группе. Недопустимость империализма, ну, в общем, вся вот эта вот риторика, она взята, по сути, из выступлений латиноамериканских и африканских лидеров последних 20 лет. Тем не менее, ну, это же не меняет от того обстоятельства, что Россия абсолютно очевидно, четко является агрессором в этой войне. То есть все, что они могут сейчас сделать, это выдавить из вот этих середняков, да и вообще из Запада какой-то элемент капитуляции, элемент испуга, что вот, ну, понятно, что они агрессоры, ну, что же делать. Смотрите, об элементе капитуляции, об элементе испуга. Министр обороны России Сергей Шойгу последнюю неделю буквально не отходит от телефона, он звонит министрам обороны других стран, рассказывает свои фантазии о том, что Украина якобы готовит грязную бомбу для того, чтобы ее использовать и обвинить в этом Россию. Мы сейчас не будем обсуждать, откуда эти фантазии, да, но есть мнение о том, что это делается для того, чтобы отвернуть Запад от Украины, чтобы Запад перестал Украине предоставлять военную помощь. Что вы думаете об этом? Ну, это показывает, насколько в отчаянном положении Россия находится и насколько глупы ее действия, потому что после того, всего того, что Россия сотворила, напала на страну, уничтожила города, уничтожила жизнь, сотен тысяч людей. Вдруг сказать, что Украина сейчас возьмет и, извините, бомбанет по своей собственной территории, ну, это может только какой-то, я не знаю, может какой-то полный маргинал, либо человек с полным отсутствием понимания или какого-то участия в этой ситуации, может в это поверить. Звонить и убеждать в этом вопросе французского министра обороны, там, британского или даже турецкого. Ну, я не вижу, во-первых, конечно, он абсолютно не убедил ни одного, ни второго, ни третьего, ни четвертого, там еще один, еще же был американец. Но также я не вижу в информационном пространстве ну, ни малейшего какого-то реакции, какой-то настороженности в связи с тем, что Украина может что-то такое сделать, с тем, что Россия может сделать именно то, в чем она обвиняет Украину, да, настороженность есть. Александр, настороженность по поводу Ирана. Сначала вот были дроны Камикадзе, теперь говорят, что Иран готовится поставлять России ракеты земля-земля. Также появилась информация от разведки украинской о том, что уже Россия будет закупать или, не знаю, брать у Ирана амуницию, какие-то там шлемы, бронежилеты, пока речь идет о трех тысячах. Также иранские инструкторы помогают учить, учить, я не знаю, российских солдат, как этими дронами Камикадзе управлять. Как управлять Ираном? Может ли мировое сообщество, какие-то конкретные страны повлиять на эту страну, для того, чтобы она не была пособником России в войне против Украины? Ой, ну, как можно повлиять на религиозного фанатика, под которым качается его трон, и сейчас, в принципе, да, Иран, судя по всему, по полной программе вступил в эту войну на стороне России. Да, это очень тревожно, это очень плохо, но нужно понимать, что единственная вещь, которая была бы более позорной и более неприемлемой для коллективного Запада, чем победа России, это победа России и Ирана. Поэтому нужно исходить из того, что участие Ирана в этой войне, оно еще больше сплотит коллективный Запад, оно еще больше, как бы, будет еще дополнительным аргументом для того, чтобы давать нам поддержку, вооружение, финансы. Это будет еще один аргумент для того, чтобы республиканцы заняли все-таки еще более проукраинскую позицию в Соединенных Штатах, потому что, ну, это абсолютно партия, которая не видит никаких компромиссов в отношениях с Ираном. Поэтому я думаю, что точно со стороны России, да, это как-то продолжит несколько эту войну и отложит немножко абсолютное полное поражение России в этой войне, но в то же время с точки зрения поддержки всего мира, оно эту поддержку только консолидирует. Александр, спасибо вам большое. Это был Александр Щерба, дипломат посол Украины в Австрии в 2014-2021 годах, с которым мы поговорили о том, как мир поддерживает Украину и как российская пропаганда пытается внушить аудитории о том, что мир, наоборот, устал от войны в Украине, но пропаганды это не получается.